Привет друзья, с вами Большой Дэн и проект Rock Encyclopedia от A.D.Z. И сегодня мы узнаем о таком музыканте, как Миг Ронсон. Миг Ронсон, британский гитарист, аранжировщик, автор песен, продюсер и вечный сайдмен, более всего известный сотрудничеством с Дэвидом Боуи и Иэном Хантером. Уроженец Кинстон Апанхалла Майкл появился на свет 26 мая 1946 года. В рок-н-ролл он пришел в августе 1963-го, присоединившись к команде The Mariners, а потом отмечался и в других местных ансамблях The Baccones, The King Bees и The Crestos. Хотя наибольший успех в Халле имела последняя формация, после ухода вокалиста Джонни Хока ее популярность пошла на спад, и Ронсон отправился искать счастье в Лондон. В столице Миг быстро нашел себе место в гаражной банде The Voice, однако вскоре его партнеры рванули на Багамы, и он опять остался неудел. Попытка пристроиться в соло-группу The Wanted также окончилась провалом, и в смятении гитарист вернулся в родной Халл. Дома он связался с другими звездами местной сцены, командой The Reds, которая хоть и предпринимала вывозки в Лондон и даже в Париж, имела неустойчивый характер и все время находилась на грани распада. Так или иначе, популярность гитариста потихоньку росла, и в 1969-м его открыл Майк Чапмен, пригласивший сыграть Ронсона на своем сольнике в Fully Qualified Survivor. После тех сессий Миг скрылся в Халле, откуда его вновь выдернул в столицу экс-ударник The Reds Джон Кембридж. Хотя на предложение барабанщика присоединиться к группе Дэвида Боу и The Hype гитарист ответил неохотно, этот ангажемент стал началом его большой карьеры. Конечно, Ронсон оставался немного в тени супергламурного работодателя, но он со своим инструментом внес существенную лепту в создание альбомов The Man Who Sold The World, Hunky Dory, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars, Lady Insane и Pinox. В этот же период Миг стал сопродюсером луридовского трансфомя и помог записать альбом Busting Out кантри-бенду Pure Prairie League. Группа Hype пару раз переименовывалась, сначала в Ронна, выпустив под этой маркой один неудачный сингл, потом в Spiders From Mars, а в 1973-м все же была распущена. Когда Альянс с Боуи подходил к концу и велось микширование пинапс, Миг воспользовался моментом и, прихватив партнеров по команде, отправился в студию записывать сольник. В то время он фанател от творчества Энет Пикок, поэтому позаимствовал одноименный трек с альбома авангардистки I'm The One, а также использовал ее аранжировки в преслевском кавере Love Me Tende. За главную же композицию слота On Tense Avenue Ронсон снял со стандарта Ричарда Роджерса, устроив в этом амбициозном ремейке tour de force своей гитары с пианино Майка Гарсона. К двум песням с пластинки приложил руку сам Боуи, а еще два трека были написаны Миком в содружестве со Скоттом Ричардсоном. Компания Mainman устроила альбому грандиозную раскрутку и с ее помощью слота On Tense Avenue влез в британскую десятку. В 1974 гитарист очутился в рядах Модзе Хуппл, но у него нашлось время и на вторую пластинку, половину которой составляли весьма оригинальные каверы Pure Prairie League, Little Richard'а и Velvet Underground. По чартам Play Don't Worry со своим 29 местом не являлся конкурентом первенцу, да Ронсон собственно и не очень-то стремился к славе. Прервав выпуск сольников, он возобновил работу на поприще Сайдмена. Основным клиентом Мика во второй половине 70-х и начале 80-х являлся Иэн Хантер, причем гитарист дополнительно писал для него песни и занимался продюсированием. А в преддверии 90-х у них также вышел совместный альбом YUI Orta. Также Ронсон сотрудничал и со множеством других музыкантов, среди которых можно назвать В 1991-м у него диагностировали рак. Однако Мик продолжал трудиться, как ни в чем не бывало, и незадолго до смерти с помощью кучи друзей, таких как Дэвид Боуи, Джо Эллиотт, Иэн Хантер, Крисси Хайн, Джон Мелленкамп, записал диск Heaven and Howl. Будучи уже серьезно больным, Ронсон достойно отыграл на концерте памяти Фредди Меркьюри, который стал его последним выступлением на публике. Великий сайдмен-работяга скончался 29 апреля 1993 года, так и не дождавшись публикации Heaven and Howl. Также после смерти гитариста вышли еще несколько изданий – студийные неликвиды середины 70-х Just Like This, концертные записи Showtime и саундтрек к несостоявшемуся фильму начала 80-х Indian Summer. Между прочим, жена гитариста Сюзен работала парикмахером у Дэвида Боуи, а их дочь Лиса в нулевых была участницей инди-группы Secret History. Субтитры создавал DimaTorzok